Добрый день, господа подписчики моего канала. Мы продолжаем серию развлекательных роликов о 90-х годах в городе Хайков, Украина. Я сразу скажу, что рассказать-то я могу в принципе много чего, но так как я не хочу даже какими-то своими воспоминаниями повредить кому-то из своих друзей, знакомых, либо людей, с которыми так или иначе я был в хороших отношениях, но наши пути разошлись в этой жизни. Поэтому я не все могу рассказать, не все могу обсуждать, даже по тем темам, по которым, насколько я понимаю, вышли с РК давности. Я могу говорить лично за себя, и даже если что-то где-то я пострадаю, значит я сам дурак, как говорится, сам что-то не то сказал. Но я не буду вам какие-то там рассказывать сверх страшные вещи. Постараюсь так повеселее, чтобы был все-таки канал у нас развлекательный. Так вот, вспомнилась мне следующая история, которая непосредственно имеет отношение к моим хобби, к коллекционированию аудио-видеозаписей. В современной молодежи трудно понять, что вот сейчас, да, есть всякие там торренты, рутрекеры, файлообменники, там, коллекционеры типа меня имеют еще кучу знакомых, которые, у которых можно что-то купить, обменять. Просто люди друг другу дарят какие-то редкие записи, общаясь в личках, по телефону, по вайберу, сейчас это куда угодно я могу позвонить, хоть в Москву, хоть в Тверь, хоть в Питер, хоть в Японию, у меня даже в Японии есть знакомые по работе. По увлечениям у меня есть знакомые, допустим, ну, самое дальнее, это, допустим, в Сибири. Вот. В 90-е годы, в начале нулевых, конечно же, о таком мы могли только мечтать. В 2002 году мне почему-то, я даже не знаю, не могу припомнить предысторию, захотелось купить новый видеомагнитофон, то есть со стереозвуком, с там какими-то наворотами, которые я даже не мог внятно сформулировать родителям. Но, тем не менее, так как мой отец уже к 2002 году довольно-таки неплохо зарабатывал, то, в принципе, он был не против. Тем более, что очень удачно подходила дата юбилей 70 лет моему ныне покойному дедушке. У него был видеомагнитофон ВМ-12, но, к сожалению, его у него украли в начале 90-х. И он был без магнитофона видео. Особых надежд уже, что он сам себе вот сможет купить на свою не такую уж большую пенсию не было. Работы у него, к сожалению, уже тогда не было в силу состояния здоровья и в силу того, что их не развалился. И всех почти спроварили на заслуженный отдых. И, имея 50 лет стажа трудового, деду дали пенсию, чтобы не соврать, ну, может, долларов 100, может, меньше. Не знаю. Ну, ни о каком видеомагнитофоне, короче, и не пахло уже. И мы решили подарить ему свой фунай, которым мы пользовались мега аккуратно. Это был еще чисто японский фунай, покупавшийся за советские рубли. А себе купить со стереозвуком что-то более новое. В итоге все остались бы очень довольны. Пошли мы по магазинам с матерью. Тогда отец много работал, и у него не было времени абсолютно ходить по магазинам. Ходили мы с мамой. Вот. Пошли в один магазин. Магазинов тогда становилось все больше и больше. Они росли буквально как грибы после дождя. Зашли в один магазин. Нам сказали, что на наш бюджет есть Panasonic среднего класса, есть LG, есть то, есть это. Ну, как-то так. Ну, почему мы не захотели покупать сразу, я не помню. Врать не буду. Ну, наверное, просто без отца не захотели брать на себя ответственность. Потом родители поехали, купили LG видеомагнитофон. О нем я еще немножко расскажу. Шести головочный, стерео, с возможностью записи с пониженной скоростью, там, ЛП, то есть это до 8 часов на 4-часовую кассету. Как они тогда назывались, Е240. Деду мы отдали наш Фунай, которым хоть и пользовались 10 лет, но настолько аккуратно, что у нас были все бумажечки, все наклеечки, все пенопласт, коробка. Практически, кроме того, что я на нем мультики смотрел практически. Дед остался крайне доволен, потому что у него неожиданно появился видак. Вот. И все остались довольны. Но внезапно произошла неприятность. Ко мне пришла девушка юная посмотреть какой-то фильм. Мы с ней смотрели, по-моему, Ангел и Чарли был тогда с Камерон Диас или с кем-то. Мы взяли в видеопрокате кассету, как сейчас, помню, в пластиковом боксе, какую-то мега лицензионную. Я таких за свою жизнь видел несколько штук, может, в те годы. Посмотрели мы этот фильм со стереозвуком, со всеми делами. И что-то она когда ушла, смотрю, кнопка play вдавлена на самом магнитофоне. И ни туда, и ни сюда. Ну, думаю, приплыли. Поломала она мне видеомагнитофон новый, которому неделя буквально. Он-то был на гарантии, как бы. Но гарантия была странная. Там это был какой-то серый завоз. Он был на этой самой. Документы были на болгарском. Даже на русском не было документов. Какой-то был левый завоз, я так понимаю, из Болгарии. И гарантия как бы была, но она такая какая-то была хитроватая, стремноватая была гарантиечка у нас. Потом что возникло? Ну, я думаю, ну, всё, думаю. Приплыли, сейчас будет дома скандал. Ну, я как-то нажал второй раз, третий раз на эту кнопку. Она у меня как-то отжалась обратно. И я так аккуратненько перекрестился. Думаю, слава тебе, Господи. И так этот, думаю, ну, что я буду девочке уже там что-то пытаться предъявлять. Я лично не видел, чтобы она на него нажимала, на эти кнопки. Ну, что уже, и что да сё, там первая любовь. Ну, сами понимаете. Прошло, чтобы не соврать, сколько прошло? 15 лет прошло. И буквально несколько лет назад у меня в гостях был мой мастер, который мне ремонтирует мою технику, аудио-видео. И я ему говорю, слушай, мы там уже сидели, пиво пили, так сказать, отдыхали немножко от трудового дня. Я говорю, слушай, посмотри, что там девочка поломала, говорю, в этом самом, лет 15 назад у него дело было. Посмотри, говорю, что там. Говорит, да сейчас, подожди. Открыл видеомагнитофон там, открывает, и мы видим такое, от чего мы охренели. Он говорит, иди покажу. Говорит, ничего твоя девочка, так сказать, ну, в смысле. Так сказать, твоя одноклассница. Говорит, ничего она тебе не ломала, говорит, тут ломать нечего. И мы видим, что там просто нету всего блока, который шел на 5 кнопок. То есть на плей, пауза, стоп и перемотка влево-вправо. Просто, то есть, такое впечатление, что кроме того, что это был серый завоз какой-то с Болгарией, то это был то ли какой-то неликвид, может быть, после какого-то ремонта. Может быть, на заводе забыли поставить какой-то блок один. Ну, мне трудно это объяснить, но факт остается фактом. И слава богу, что я не устроил скандал-то, да, почти уже 20 лет назад. Да и, честно говоря, скандалить там действительно повода не было, к сожалению. А по поводу видео, по поводу того, чего я начал говорить в начале ролика. Как мы доставали видео, опять-таки? Конечно же, у нас было много в Харькове телеканалов частных, которые показывали все подряд от музыки, как я уже говорил в прошлых роликах, и до фильмов, до мультфильмов, причем это все могло идти в абсолютно диких вариациях. Например, фильм, я как сейчас помню, что-то типа Робокопа, мы смотрели с тайм-кодом. Кто не знает, что такое тайм-код, это такие циферки бегущие, либо в нижней части экрана, либо в верхней, либо в углу экрана. Это для монтажа используется. И вот какая-то монтажная копия была где-то украдена и в наглую пущена по нашему одному из Харьковских каналов. Не буду говорить по какому, чтобы каким-то образом им не повредить. По другому Харьковскому каналу, а может быть даже и по этому тоже, я лично смотрел мультфильм «Аладдин» с английскими надписями о том, что это промокопия, и она не для продажи. И уж тем более не для показов по телевидению в молодых, так сказать, развивающихся странах, таких как Украина в те годы. Параллельно нормой было то, что на любом ходовом фильме, со Шварцем, со Сталлоне, с Ван Дамом, шла бегущая строка, на которой можно было купить и продать что угодно. От вещей до автомобилей и прочего, прочего, прочего. Что еще было? Как я уже говорил, все дыры в эфире, а они могли гулять от 5 минут до получаса, затыкались музыкой. На музыке могла быть бегущая строка, а могло быть даже так, что у нас были выпуски рекламных объявлений, и на клип какой-то популярный, того же Наутилуса, накладывалась сверху реклама на весь экран. То есть, практически музыка была слышна, но на видео накладывалось сверху рекламные объявления. Я не могу сказать, до какого года это было, но могу сказать точно, что последний раз я это видел в 2006 году. Рано утром я собирался в школу, это был выпускной класс у меня. И там показывали последнее плавание, концерт группы Наутилус-Пампилюс. А сверху шла обычная реклама наша, Харьковская, а купли-продажи, вот все, что я перечислил. Кроме этого, были у нас видеопрокаты. Видеопрокаты, опять-таки, я сразу оговорюсь, в силу того, что я был подростком, я не бывал в самых крутых видеопрокатах, где-то там в центре города. Я не могу за это сказать. Но я могу сказать про то, где я был лично на нашем районе. А у нас таких прокатов было примерно 4 штуки. Значит, один прокат находился на втором этаже магазина «Сокол». Это еще советское название, кто помнит. Может, есть хорьковчане. Там был прокат небольшой. Там тебе давали... Ты приходил, давали картотеку. Ты выбирал по картотеке интересующий тебя фильм. Потом по номеру находили кассету, если ее никто не потерял или не потерял. Фильмы были достаточно простенькие, но по тем временам это считалось довольно круто. Были там то, что было стандартный набор, и это про 2000 год примерно я говорю. Были улицы разбитых фонарей, кусками. Первый сезон, второй сезон особенно был на видеокассетах. Каменская, первый сезон, досье детектива Дубровского, значит, весь фильм я смотрел на видеокассетах. Значит, агент национальной безопасности, кусками опять-таки. Значит, бандитский Петербург, но его я не смотрел. Я его смотрел по телевизору. Вот. И было огромное количество различных американских фильмов со Шварценеггером, Сталлоне, Ван Дамом и многими-многими другими актерами. Значит, прокат стоил, по-моему, две гривны в день. Вот. Ну, там можно было, если мне память не изменяет, так хитро подгадать, что воскресенье, по-моему, не считался. То есть, если ты взял кассету в субботу, то, по идее, ты должен был ее вернуть в понедельник. Но я вот не уверен. Кто знает по правде, может быть, по-другому было. Вот. Второй момент был, более хитрый. Как я уже вам говорил, говорил уже, что кассеты должны были быть перемотанные. Был штраф за неперемотанную кассету. Тоже две гривны. То есть, если ты приносишь кассету, неперемотанную на начало, к тебе цеплялись, и говорили, давай штраф, две гривны. Ну, и так эти люди, которые там работали, ложили себе в карман две гривны. Буквально за пару десятков секунд перематывали это все нормально, нормально, как это должно было быть. И ставили обратно на витрину. Второй был момент, точнее третий, еще более неприятный. Перед получением кассеты нужно было ее открыть с обратной стороны, нажать на такую кнопочку и посмотреть, чтобы кассета не была пожеванная или не имела полосок. Потому что тебе могли впарить убитую кассету, которую обратно не приняли бы. И твой залог, а залог давался пол на ее стоимость, то есть, допустим, там, в тех деньгах это могло быть 3-4 доллара, к примеру, оставался им, а тебе оставалась убитая кем-то до тебя кассета. Вот. И бывали такие случаи, что ты им приносил даже кассету нормальную, нежеванную, но с микрополосками, и тебе начинали по ушам ездить, что это ты ее довел до такого вида, там, у тебя там видак, который там что-то полосатит, жует, и так далее. Ну, лично у меня и у моих родителей, как говорится, хватало наглости отбиться от таких наглых работников видеопроката, как говорится, делали мороду кирпичом и говорили, что а ну давай назад наше бабло. Вот. Кассеты, кстати, были разные, от очень хорошего качества, как я уже говорил, в пластиковых боксах, до каких-то диких пираток с убитым качеством изображения, какими-то полосками. Ну, что говорить, если даже, я помню, смотрел, пытался смотреть матрицу, вторую часть, экранку настолько дикого качества, что у меня через 15 минут просмотра болели и глаза, и голова, и все, что может болеть у 13-летнего подростка, или сколько мне тогда было, уж не помню. Не помню, а по годам, когда эта матрица вышла. Так вот, что еще было интересного? Были еще подпольные прокаты, то есть, в каком плане подпольные они были? прокат как бы был официальный, но определенные фильмы, я так подозреваю, что это была порнуха, давали ее как бы из-под полы, смотрели кому. Потому что был когда-то случай, мы подошли, это был у нас на районе магазин, новинка назывался, вот там был прокат, и мы когда-то с матерью подошли, хотели купить, там еще компакт-диски продавались, какие-то полупиратские, и мы подошли, говорим, нам вот лесоповал, Мишу круга, еще кого-то хотели купить, что-то они нам начали показывать, и тут подошли два мужчины таких лет сорока, может уже больше, и они говорят, есть, так подмигивая, какой-нибудь фильмец интересный, продавщица на нас посмотрела, что мы вроде так свои ребята, судя по репертуару, мы ж не Филю Киркорова пришли покупать, нам предложили зеленый прокурор взять альбом, но у меня он был на кассете, как я уже рассказывал, со всеми этими песнями, в меру пошловатыми, а лесоповала у них, по-моему, не было с Сергеем Коржуковым, они посмотрели, что мы так вроде люди свои отъездили, дали им пару кассет, я так понимаю, была порнуха какая-то, ну конечно, на прилавках этого не было, вот, было еще такое, что я видеосалоны не застал, в ихнем виде, как они были в 80-е и начале 90-х, я не был в видеосалонах, но, когда-то у меня зашел разговор с человеком, я вспомнил такую весьма любопытную деталь, это было уже значительно позже, это был примерно 2004-й год, месяц, если я не ошибаюсь, сентябрь, потому что было очень тепло, практически лето, наверное, это было начало сентября, и, значит, мы с друзьями, они меня уговорили пойти в компьютерный клуб, ну, в игровуху, как-то это называлось, поиграть в Counter-Strike, я в Counter-Strike играть не умел и не умею до сих пор, ну, поддержать друзей, как-то, как говорится, не отрываться от коллектива, как это говорится, ну, ладно, говорю, пойдемте, долго хоть играть, 6 часов пакет, стоил 5 гривен, это по тому курсу было 1 доллар, 6 часов, я говорю, ребят, у меня со здоровьем плохо, я не смогу 6 часов играть, у меня глаза на лоб полезу, тем более, в Counter-Strike, в который я играть толком не умею, ну, говорит, пойдешь, там, пиво попьешь, пойдешь, вернешься, пойдешь, что, ладно, ладно, договорились, что там, и мы пошли, значит, и заказали пакеты, сели, там, настроили, все как надо, вот, а возле меня сели тоже ребята малолетки, ну, моложе меня на пару лет, лет, мне было 16 только исполнилось, а им, наверное, было лет по 14, где-то так, ну, в таком возрасте это 2 года, это, ну, все-таки тоже разница приличная, поэтому, они меня абсолютно не напрягали, вели себя тихо и скромно, но, что меня удивило, они пришли не играть, а смотреть кино, оказывается, вот в этих игровых клубах в те годы, это 2004 год, можно было купить пакет, допустим, на те же 5-6 часов за 1 доллар и посмотреть фильмы на халяву, значит, там были фильмы, там, допустим, ну, сколько там могло быть фильмов, чтобы не соврать, на один компьютер могло влезть, ну, может, 50 фильмов, может, 100, я не знаю, какие там винты стояли, допустим, у меня жесткий диск тогда был на 80 гигов, если на 80 гигов, то, соответственно, фильм тогда весил где-то 700 мегабайт, болванка была, CDR, соответственно, 700 мегабайт фильм был, ну, там, 690, допустим, с запасом, соответственно, на 80 гигов можно было легко втулить, ну, 100 фильмов, примерно, вот, и плюс там, к тому, я так понимаю, там еще было, типа, локальные сети, соответственно, чтобы играть по, по сети, там, в различные игры, там, в Доту, в Counter-Strike, там, вот, в такие игры, там, всякие гоночки были, там, Need for Speed Underground, и так далее, вот, и можно было там и по другим компам что-то пошерстить, посмотреть, и вот они смотрели фильмы, то есть, в течение, там, шести часов, соответственно, за полтора, по полтора часа, это примерно 3-4 фильма, можно было посмотреть, за 1 доллар, и тулились туда толпа, где-то человека 4-5, ну, сколько вот вокруг электролучевого монитора старого, можно, вот вы понимаете, опять-таки, если кто-то спросил, что такое электролучевой монитор, ну, это вот, понимаете, не плоский, а большой, и, ну, вы поняли, эти все стояли, старые Самсунги, LG, там, вот, никакими жидкокристаллическими, тогда еще и не пахло, в таких заведениях, хотя там, где я был, это был нормальный, нормальный был клуб, там, по крайней мере, днем, там, все было ровно, никаких ни драк, ни разборок, ничего, но, правда, я там впервые увидел людей с игровой зависимостью, которые спали на, на стульях, ставили по 2-3 стула, и на них спали, я сначала подумал, что это какой-то прикол, но мне потом сказали, что это не прикол, это реально люди спят, это вот они там, чуть ли не живут, в этом клубе, для меня это, конечно, был шок, потому что я уже тогда кое-что увидел, не самое интересное, не самое приятное в этой жизни, но, это еще, так сказать, были мои первые, моменты, когда я видел, вот такие вот приколы, но в чем был прикол этого видеосалона, так сказать, импровизированного, как вы понимаете, звук-то шел с колонок, а звук шел с каждого компа свой, и те, кто был постарше, конечно, я повторюсь, беспредела не было, но тем не менее, все равно на правах более старших была такая мягенькая дедовщина, назовем ее так, и кто был постарше, делал свои колонки погромче, а кроме этого еще, если возраст был одинаковый, то выигрывал, как говорится, тот, у кого были колонки погромче, потому что, ну, более мощные, потому что, вы же прекрасно понимаете, что компы там стояли в основном бэушные, а колонки вообще шли по остаточному принципу, и у кого-то могли быть колонки, скажем, 20 ватт, какие-нибудь свены, популярные в тех, а у кого-то могли быть вот эти маленькие, пластиковые такие вот, микро, говно-говно, вот, и, соответственно, ты их хоть выкручай, хоть не выкручай на всю громкость, а они работали тихо, ну, и вот я-то сильно не борзел, потому что мне эти выстрелы в Контер-Страйке не сильно радовали меня, а другие люди включали на полную, сколько там выкрутишь, и вот представьте себе картину опять-таки маслом, люди смотрят фильм «Страсти Христовы», который тогда только вышел, а вместо звука у них в левом канале я со своим Контер-Страйком, справа ребята более старшие, которые играли там, допустим, в Доту, ну, а у них вместо звука одна большая дуля, вот, и, значит, так они 6 часов и смотрели, все там свои 4 фильма, но если бы у них хватило ума культурно попросить сделать звук потише, лично я, по крайней мере, не отказал бы, но они, как говорится, не захотели так делать, и так остались в итоге без звука, вот, а по поводу видеопрокатов, последние видеопрокаты у нас были в 2004 году, пытались у нас быть прокаты DVD-дисков и различных компьютерных дисков, но это очень быстро прикрыли, потому что уже вовсю шла борьба с пиратством, значит, все это массово пускалось под каток, в прямом смысле, слово показывали в новостях, как бульдозеры давили эти пиратские диски, и, к сожалению, очень быстро это все закончилось, и в итоге, буквально через год появилась локальная сеть, наша первая, во дворе, потом стали соединяться районные сети, городские сети, и уже это просто все потеряло всяческий смысл, видеокассеты буквально меньше, чем за год потеряли на долгие годы свое какое-либо значение, потому что ту же условную бригаду, которую я еще смотрел на видеокассетах в подарочном боксе картонном, еще бригаду я смотрел на видеокассетах, то уже следующие фильмы, например, тот же Бумер, я смотрел на компакт-дисках, ну, на компе, короче, вот, и буквально за год видоки потеряли вообще какой-то смысл, начиная с 2003-2004 года, у нас в Харькове люди, даже живущие скромно, стали покупать различные компьютеры, и там смотреть и слушать музыку, и до где-то 2010-го года, до конца нулевых, видеомагнитофоны отошли, вообще перестали пользоваться спросом. Потом они уже последние лет 5-10 стали интересны таким коллекционерам, как я, которые цифруют сами старые клипы, старые любительские записи, старые записи семейные, там различные, там юбилеи, свадьбы, дни рождения и так далее. Вот такая вот история. Кто еще как-то застал игровые клубы, видеосалоны и так далее, пожалуйста, ставьте лайки, ставьте свои комментарии, будем общаться, кому это интересно. Еще последний штрих к портрету, так сказать, тех клубов, скажу следующую вещь. Значит, мышки были еще старые, не оптические, а с этим, с шариком. Так вот, шарик тебе выдавался, настройщикам, после оплаты пакета. Не, конечно, если ты был шибкоумный, ты мог прийти со своей мышкой и попытаться поиметь судьбу. В принципе, я знаю, что в хороших клубах, например, таком, про который я рассказывал только что, насколько я понимаю, можно было прийти со своей мышкой, хорошей, дорогой, и поиграть на ней. Я знаю, что люди, которые были при деньгах, ходили со своей мышью и дорогой, и чтобы было удобно. Но это такой штрих, еще один к портрету тех времен. Ну, а теперь, все, пишем свои комментарии. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.